И вот вам на те больше томате, друзья, с вами Анатолий Шпинарский и Pitbull Fight. Мы снимаем бэкстейдж для Pitbull. Поехали! Ребятки, мы поменяли локацию, теперь Pitbull Fight проходит на киностудии Довженко, 8-й павильон. Поэтому мы начнем с маленькой экскурсии, я вам покажу, что где находится и как это все выглядит. Пойдемте! У нас есть отдельная площадка для разминки, чтобы бойцы полноценно могли не на бетоне, а на мягеньком полу. И неважно, тайский боксер ты или мемашник, ты можешь спокойненько размяться в чистой, проветриваемой, прекрасной территории. Пойдемте, спросим, как они вообще. Здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? Конечно. Вы сегодня деретесь? Да. По ММА? Да. На что вы рассчитываетесь в сегодняшнем поединке? На победу только и на победу. Победу каким образом? Ударами руками или болевым? Вообще без разницы. Понял, удачи. Спасибо. От души. Так выглядят наши закулисья, здесь работают люди, чтобы вы видели качественную картинку, звук и все остальное. Вот, пожалуйста, как это выглядит. Побежали дальше по плюсам. Помимо кондиционера здесь еще трибуны стадионного типа, где вы сможете сверху качественно наблюдать за боями. И увидеть все нокауты, которые сегодня будут происходить вот в том октагоне. Кстати, в этом октагоне на прошлом турнире мне сломали нос, я немножко закапал кровью октагончик, а я смотрю, уже чистенький, прибрали. Интересно, сколько носов сегодня сломают? Девчоночки, здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? Как вы смотрите на жестокие бои, вот когда ломаются носы, либо руки? Вы на это нормально реагируете? Да, абсолютно. То есть вас не смущает, потому что мужики сегодня будут рады, все классно, да. Как вы думаете, сколько носов сегодня сломают на турнире? Ой, ну даже не знаю. Будет приз, если угадаешь? Ну, пускай будет семь. Семь, подружка сказала пять. Ну все, хорошо, принимается. Как ты думаешь, много будет крови сегодня в октагоне? Ну так преобладающие, я так вижу, спортсмены тайцы, ударники, я думаю, будет много крови, будет много локтей, коленей, я думаю, будет классно. Вот выходит в октагон первый боец. Сейчас мы посмотрим. По первому бою всегда понятно, какой будет турнир, потому что если первый бой будет вяленький, то и весь турнир будет протекать очень как-то так затянуто. Но я, глядя на этого молодого человека, думаю, что сейчас такое будет, что я не могу. Так это не мог Грегор. Это не мог Грегор, спор Е. Когда заканчиваются силы, начинается характер. И этот бой показывает, что такое характер по-настоящему. Подумай о победе, как бы не было тяжело. Есть такая маленькая хитрость, когда боец устает, и чтобы выиграть для себя пару секундочек для отдыха, они во время боя выплевывают капу. Типа случайно капа вылетает. И пока капу промывают и суют обратно, он, боец, имеет 5-10 секунд для того, чтобы восстановить дыхание. Ну вот как сейчас, третий раз капа уже вылетает. Первый бой мы уже отстрелялись. Сложненький будет турнирчик, как ты думаешь? Турнирчик? Вообще, в принципе. Вообще, в целом. Вообще, весь. Ну, по первому бою уже сразу было понятно, что будет сегодня интересно. И достаточно такой, как бы первый раунд был такой сложный, серьезный. Опасный для обоих. Вот то, о чем я говорил. По первому бою можно понять, какого настроения будет турнир. Ну, вы сами все слышали. Турнирчик будет отличненький. А мы идем дальше. Спасибо. Скажи, пожалуйста, тяжело дышалось в октагоне? Да, очень тяжело, непривычно. 5 минут один раунд. Очень тяжело драться в таком формате. Но, тем не менее, все хорошо. Подрался. Отличненько. Спасибо. Спасибо. Почему вы сегодня без борцовок? Анатолий, вы заставили меня врасплох. Я сегодня хотел делать тайский шаг и немножко там тип-тип-тип, лоу-кик. Я знаю все, в принципе. Поэтому сегодня жесткий тайский бокс будет. Понятно. Спасибо. Я влюбился в твою жопу. Кто же ты по гороскопу? Дева. Я думал рак. Следующее. Какие мужчины тебе нравятся? Смелые, сильные, которые добиваются своего. Ребятки, здравствуйте. Мы поприсутствуем на таком прекрасном мероприятии. И тут у нас происходит тейпировка рук. Давайте зададим пару вопросов этого молодого человека. Скажите, пожалуйста, на что сегодня будете ставить в своем бою? На ударную технику или на борьбу? И на той, и на друге. Понял. Дядь Слава, скажите два слова. Ваш боец сегодня выиграет? Мы за этим приехали, за победу. Зачем? Все. Не обсуждается. Как вы вообще относитесь к вот этой теме драки на бинтах? Если честно, это экстремально. Ну, своих бойцов я пока не уставил на бинтах. Крутой проект. Крутая музыка. Атмосфера. Ждем крутых боев. В этом бою у Артура большое преимущество. То, что он борется хорошо. И ортопрометрические данные. То есть у него размах рук намного больше, чем у своего соперника. Мы наблюдаем за первым раундом. Что для тебя перемога твоего учня? Насправді, это просто неймовірная радость, эйфория. И просто я покупаю, что я не зря этим всем занимаюсь. Что для тебя поразка твоего учня? Поразка для моего учня, это просто урок, над которым мы працюем и идем далее. То, что кто не падает, тот не встает. 100%. Спасибо. Боец выиграет ваш сегодня? Ну конечно, мы за победой приехали. Отлично. На что будете ставить? На ударку или на борьбу? У нас ударка. А, вы на бинтах. На бинтах, да. Ай, класс. По тайскому боксу? По тайскому боксу. Ой, отличненько. То есть вы считаете, что локоть сегодня пройдет? И локоть, и лоу все пройдет. Все зайдет даже, не пройдет. Здравствуйте. На турнире в Таиланде. Так вот, там когда делают сечку, то твоему сопернику дают по 1000 бат за каждый шов, который нашивают. У нас сегодня врачи работают на высшем уровне, и во втором бою мы уже увидели сечку. Здравствуйте. Можно задать вам пару таких вопросиков по вашей профессии? Скажите, что вот у вас из инвентаря самое главное сегодня? 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 Дефибриллятор? Ха-ха-ха. Нет. Ну, что сегодня? Антисептики, кровоостанавливающие, то есть все как всегда. Перчатки. Понял. Скажите, пожалуйста, при рассечении, что первое делают врачи, вот когда видят у бойца рассечение? Ну, сначала мы остановим кровотечение, потом у нас есть доктор-хирург, который зашивает эту сечку, если надо шить. Ну, и пластырь, и все. Класс. Спасибо. Ребятки, нам очень интересно ваше мнение по поводу наших поединков, поэтому пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал. Здравствуйте. Можно задать вам пару вопросиков? Здравствуйте, конечно. Вы кого сегодня поддержите? Вот мой друг, товарищ, будет драться. Сегодня боксирую, да? И я думаю, не первый раз уже на турнире у нас, да? Второй раз. Второй раз. И как вам наш турнир? Мне понравилось. Если бы не понравилось, я бы не вернулся бы. Эм, да. Привет, тебя как зовут? Ха-ха. Любишь драться? Да. Покажи двоечку. Покажи двоечку. О, ты какой молодец! Ай, хорош! Ха-ха-ха-ха. Удачи! Давай пять. О, эй! Скажите, пожалуйста, насколько трудно судить такие турниры? Ну, опыт позволяет. Опыт большой. И различных профессиональных турниров, и любительских чемпионатов мира и Европы. Поэтому, ну, я думаю, что да. Ну, безусловно, есть какие-то определенные ситуации у каждого судьи, когда бой примерно равный. И, скажем так, решает решающее значение. Это твой личный опыт. То, что у тебя уже было там за спиной. Какие-то вот нюансы, которые может определить только человек с опытом, скажем так. Человек с опытом. И сегодня две файлы посмотрели на мой бой. Моя девушка. Подожди, пожалуйста. Поцелуй. И один вопрос у тебя, Риня. Огонь! 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 Здравствуйте. Разрешусь еще задать вам пару вопросов. Как ваши эмоции? В шоке просто. Объясню, что только что произошло. Парнях отдрался на нашем турнире. И впервые на нашем турнире сделали предложение барышне. И вот она. Просто в шоке. Ничего не могу сказать. Видите, за что здесь люди дерутся? За свое счастье. Класс. Ну, мы вас еще раз поздравляем, ребятки. Это, ну, действительно. Я подходил, Темыч, к тебе перед боем. Вот. Скажи мне после боя пару своих слов. Не будем говорить, кто победил, кто выиграл. Просто эмоции от боя. Ты кайфанул? Да, вообще класс. Этот бой мне именно понравился, как я вел, наверное, бой. Спокойно, не напрягаясь. Ну, как не напрягаясь. В том смысле, что я чувствовал себя в ринге. Смотри, кричали все, Тема, не заряжайся. То есть видно, да, ты немножко заряжался по бою. Может быть, это с опытом придет. Но вот предыдущий у меня бой с Орловым тоже я заряжался. Здесь заряжался. Да не знаю, это на подсознательном уровне. Сейчас мы посмотрели два раунда, но это была просто такая игра по линии ножа. И сейчас мы станем свидетелями в третьем. Сам бой мы вряд ли увидим. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эмоции и работу секундантов, то есть тренеров. Сразу дай, сразу дай. Ну, они прям идеально равные. На самом деле, очень крутой бой. Пойдем в следующий угол. После таких эмоций и секундантов я понимаю, почему мой тренер Владимир Калюжный постоянно в соревнованиях пил валерьянку. Здесь все понятно, потому что нервишки немножко зашкаливают. Ребятки, хочется от вас услышать пару слов. Это ваши эмоции были настолько настоящими, настолько живыми, что просто было приятно на вами наблюдать. Скажите, пожалуйста, пару слов просто о турнире и об этом бою. Очень крутая организация. Очень качественные бойцы, очень качественные бои. Женя молодец. Если можно, пояс, пояс мы сделаем, пояс обязательно для Жени. Очень крутой бой. Спасибо большое за эмоции. Спасибо, ребятки. Ребятки, не стесняйтесь делать репосты, показывать всей Украине и всему миру, какие у нас прекрасные бои, какие у нас конкурентные бойцы. И давайте поможем эту организацию правильно развить и дать бойцам новый глоток воздуха в ММА и в тайском боксе. И вот главный катмен этого турнира. Человек знает свое дело на 100%. Один из лучших в нашей стране. Посмотрим, как это делается. Скажите пару слов о турнире. Турнир – бомба, ребята. Я, если честно, его не вижу, потому что постоянно умыли. Ребят, тейпирую. Моя задача, чтобы было меньше травм и чтобы руки были целые. Как вы думаете, что не хватило вашему бойцу для победы? Моему все хватило. Сейчас Роберт выйдет, вы увидите, что такое. Что такое ЮЭС. Движение. Хорошо. Дергаем. Постоянно ручкой дергаем. Думаем сейчас о победе. Второй. Носом. Кислородом. Сначала восстанавливаем дыхание, потом получаем информацию. Дыши, дыши. Кислородом. Давай, давай, давай. Думаешь про победу постоянно. Пойди. Давай, давай, пошел. Давай. Три, два, три. Порядка. Я часто задаю спортсменам вопросы, что ты готов поставить на кон своей победы. У Роберта спрашивать не буду, потому что он на кон своей победы готов поставить кусочек здоровья. Просто спросим, как ему получать поебальничку от таких ребят. Скажи два слова, братец. Я больше никогда не буду драться в весе 86 килограмм. Потому что поебальничку, как ты сказал, Толик, получать очень, блядь, неприятно. Дима, держи руки. Жена смотрит, как муж дерется. Ты сильно нервничаешь, когда твой муж дерется? Конечно, не нервничаю, конечно. Ну, стараюсь перебаривать свой страх. Ну, конечно, как тут не переживать? Вот перед моим лицом он получает по своему красивому лицу. Ну, как тут не переживать? Ну, да, Дима, он красивый взял нас. Ну, все, не нервничай, все будет хорошо. Затылок! Ребята, тренируйтесь побольше. Побольше. Скажите, как вам смотреть на поединке, когда взрослые потные мужики дерутся? Мне их жалко. Жалко? Конечно. Как ты реагируешь на кровь, сечки и поломанные носы? Слава Богу, у меня плохое зрение, я этого не вижу. Понял, глаз долой. Турнир отличный, на хорошем уровне. Бойцы очень на хорошем уровне. Я тоже хочу выступить на этом турнире. Я думаю, мы сделаем вам бой. Спасибо большое. Где проще? В поле или в октагоне? Ну, я сейчас попробовал сделать в октагоне так, как в поле. Ну, трошки не вышло. Но у меня больше практики в поле, если честно. Ну, если честно, было видно по манере ведения боя, что ты не спортсмен, а такой духовитый практик, который может такие засраки дать. Промер, они просто сунуть вперед. Пользуете свою технику на улице? Ну, приходится. Запорожье живу. Все, вопросов нет. Нету ли страха, что от имения такого опыта ты можешь убить кого-то на улице? Ну, есть, конечно. Сюда надо думать о последствиях, прежде чем применять такую технику на улице. Много говорить не буду, ты сам знаешь, что делать. Лайк, подписка, комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok